Привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня я буду разговаривать с вами вот таким вот ровным языком шутка. Всем привет, вы на канале CryptoCommons, друзья. И что я хотел сказать вам. Началась, началась, понеслась или даже может быть продолжилась коррекция для кого как. Для кого-то она даже еще не началась. Это очень важно понимать, что мы с вами торгуем на разных таймфреймах. Если вы инвестор, то для вас какая коррекция? Вот, включаем недельный график BTC, все зеленое, все растет. To the moon, как говорится, еще даже не начинался. Смотрите, мы только-только переписываем all-time high. То есть в долгую, это важно понимать на самом деле, что в долгую, это очень, это очень бычий момент, друзья. Когда мы переписываем all-time fucking high, это в долгую супер-мега бычий момент и мы летим на 100, 200, а может быть и 300к. Но, ребята, даже в эти моменты, даже вот здесь и даже вот здесь, это мы смотрим, как все красиво уже в истории выглядят зеленые свечи хайконаши, да? Но если мы переключим хотя бы на обычные свечи, то внимание, вот тут была коррекция. Вот тут тоже на самом деле были коррекции, просто здесь нам надо тоже не месячные, а хотя бы недельный таймфакинг фрейм включить. Да, и посмотрите, как много у нас тут было коррекций внутри этих зеленых бычьих импульсов. Поэтому об этом мы с вами не забываем, что мы можем на 30-40% падать, как будьте здрасте, и потом все равно отрастать. И в долгу это все будет выглядеть, как прямая зеленая линия, особенно на свечах хайконаши, которые мы с вами так любим у нас на канале. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал по какой-то причине, проверьте, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь, нажмите на колокольчик и на все остальные наши ресурсы, типа Телеги, Бастиона, это все есть в описании. Плюс, я вам напоминаю, что вы автоматически участвуете в розыгрыше крипты, друзья. В честь пробития 100 тысяч подписчиков мы разыгрываем 100 миллионов Сатоши. И вообще, в честь пробития каждого тысячи подписчиков мы походу разыгрываем миллион Сатоши. Миллион Сатоши, чтобы вы понимали, это как бы 700 баксов, это вам уже не бублики со стола воровать. Так что, имейте это в виду, все, что нужно для участия, это ставить лайки, писать хорошие комментарии, желательно развернутые из двух-трех предложений, да, и быть подписанным на нашу Телегу, Бастион, и также быть рефералом на какой-нибудь одной из наших любимых бирж, через которые мы рассылаем призы. Вот, кстати говоря, после вчерашнего стрима, буквально вчера, вот мы выслали XMR человечку Манера, приз миллион Сатоши в Манере. Это было почти 5 монет Манера. 4,8 монет Манера выслали человеку на его адрес, поскольку Манеру нельзя высылать через UID бирж, к сожалению. Мы сделали исключение. А так, обычно мы высылаем через UID бирж. И также еще второму победителю мы выслали на Femex, миллион Сатоши. Да, вот мы можем с вами здесь посмотреть, в Internal Send, что вот он, миллион Сатоши улетел человеку с вот такой UID-шкой и с вот таким вот имейлом. Мы поздравляем всех победителей с тем, что они выиграли и желаем вам ответственно отнестись к этому миллиону Сатоши. У кого-то он даже первый, я читал. У кого-то он далеко не первый и не последний, надеемся. Но, тем не менее, не сливайте его сразу весь на фьючерсах, пожалуйста, как минимум. Но, тем не менее, если вы хотите сразу слить его на фьючерсах, то я хочу вам напомнить, что на бирже DeepCoin, замечательной совершенно бирже, на которой также можно удобно торговать, как и на Bybit, и на Femex, и на KuCoin, и на остальных. Но только без геморроя с KYC и прочим всяким говном. Вот, на этой бирже сейчас идет супер-мега соревнование, чисто для CryptoCommons. Вот, оно будет идти еще 2 дня и 5 часов. Ребята, вы можете добавиться, минимальный порог входа 0. То есть депозит вы можете сделать хоть 10 долларов. Тут торгуют, кстати, вон, смотрите, уже товарищ на первом месте уже сделал 1000% и с большим отрывом идет. И также вот идет второй товарищ 66%, Джо Сасс, наш друг, идет 27%. Я пока на нуле. И вот, собственно, я сейчас как раз присматриваюсь к трейду. А также Сэм Шотт, наша победительница прошлого турнира, которая сделала 320 тиксов, ребята, или 32 тысячи процентов, сейчас ушла в минус 100%. Ну, может себе это позволить. Давайте так, может себе это позволить. И даже те, кто уходит в минус 100, получают у нас, как вы можете видеть, призы все равно. Поэтому, ребята, добавляйтесь обязательно. Если вы еще не зарегистрированы на бирже Дипкоин, исправьте эту ошибку прямо сейчас. А я что? Я смотрю, в принципе, какой-то потенциальный отскок трейд. Я внес 1000 баксов, 1000 USDT. И вот присматриваюсь пока к потенциальным трейдам. Но что-то мне не нравится ни Пепе, ни... Еще вышел этот Бом какой-то. Видели Бом? Тут нету его. Да, Боми, вот, вышел. Это что-то связанное с мимкоинами. Book of Mims это называется. Book of Mimcoins. Посмотрите, какая вообще... Какая палка вверх. Какая палка вверх, а? Была. Ну, уже, в принципе, и скорректировались, кстати, по Бому. Что тут скажешь, если... Бом USDT. Ну, тут, конечно, рано вообще о чем-то говорить, ребята, по Бому. Да, потому что это просто листинг. Нет, давайте не будем заныривать в щитки. Давайте обсудим с вами тогда лучше вот что. А, я хотел Солану. Я хотел Солану зашортить. Я хотел злостно зашортить Солану. И вчера у нас был стрим на английском канале с Джо Сазом. Если вы смотрели, то вы помните, вот здесь по 198. Прямо у меня была отличная мысль ее зашортить. Но я этого не сделал. И, в принципе, ни о чем не жалею. Потому что так-то Солана может быть и на 200, и на 500, и на 1000 идет, если что. Несмотря на то, что это скам-проект. Но все выглядит очень похоже на параболу. Очень похоже на параболу. И также халвинг биткоина у нас с вами через 30 дней. Там плюс-минус через 35. Вот, через 35 дней. Блин, я на самом деле вам одно и то же говорю из видео в видео. И многие говорят, Гринни, ты достал уже. Ты ничего нового не говоришь. Тут у тебя все время to the moon, long, халвинг. Но ведь это правда. Вы поймите, что если бы я вам это не напоминал все, каждый день. То вы бы вышли из битка по 32 или по 28. Согласны? И альты бы сейчас не покупали. Вон, посмотрите, мы с вами только-только выходим из накопительного канала по логарифмической регрессии от Бенджамина Коуэна. То есть, ну тут как бы продает только идиот. Но в итоге здесь уже продали почти все, понимаете? То есть, получается, что почти все идиоты, все сходится. А вы как думали, всем что ли дадут заработать? Здесь даже все очень крутые, гуру, блин, трейдеры, аналитики уже продали еще по 30к. Я уж молчу про то, что и мы сейчас продаем с вами по 60, по 70. И не зря это делаем, потому что мы-то с вами продаем как трейдеры. Грубо говоря, если у нас есть накопленная прибыль, если мы с вами покупали биткоин там по 30, по 20, неважно, по 40 даже к, то мы имеем возможность сейчас его продать в плюс. Вот и все. А тот биткоин, который мы покупали по 60к, или даже дороже кто-то покупал, его, конечно же, вы не продаете. Его вы держите до уже, ну до каких-то более высоких значений. Это уже решать вам. Хотя бы до 100 с чем-то, или там до 200, или вообще до навсегда. Вот. Поэтому, естественно, имеет смысл забирать прибыль. Ничего в этом такого нету. Именно это мы с вами и делаем у нас на канале. Вот на байбите у меня забрана все равно еще достаточно большая прибыль. Тем не менее, вот я уже лосю в минуса. У меня Dash и Audio. Я оставил маленькую часть от позиции, кучу денег вывел, но все равно вот в минус 2500 долларов не очень-то приятно это видеть. Честно говоря, такой PNL. Как и не очень было приятно вчера увидеть письмо счастья, что мне ликвиднуло на 12 лайткоинов и на 2000 мана. Это тоже была меньшая часть прибыли. Но все равно, друзья, вот следите за тем, чтобы в долгу у вас хотя бы прибыль перекрывала убытки. Прибыль перекрывала убытки. Прибыль перекрывала убытки. Вот. В идеале, конечно, чтобы прибыль была, а убытков не было. Но так торговать тоже не всегда получается. Вот по реплу у меня, смотрите, уже убыток перекрывает прибыль. Мне, кстати, это не нравится. Но, в принципе, второе плечо. Я думаю, можно еще постоять. Хотя по системе риск менеджмента, конечно, надо уже крыться. Вон, посмотрите, идет откат. Идут хорошие продажи здесь были. А, это я продавал. Это хорошие мои продажи. Вот. Короче, друзья, в целом лонг. В целом лонг. Но в моменте мы видим коррекцион, поэтому будьте готовы ко всему. Это все еще может быть вообще, что мы ничего не видели. Посмотрите, где лучшие сигналы у нас в клубе. Да? Где лучшие прогнозы у нас в телеге. Где лучшие сигналы у нас в ТРД. Так вот, посмотрите. Вот мы вчера здесь видели некого покупателя. Говорили о том, что это потенциально, конечно, уровень флета. И сейчас все еще смотрим. Может быть, отсюда реакция, кстати, и будет. Потому что, как ни крути, здесь были сильные покупки. Но если мы приблизимся по ТРДРу на часовик хотя бы, или на 30-ти минутку. Ну да, здесь нас откупали. Посмотрите, 30-ти минутка, в принципе, показывает довольно-таки хорошо этот канал. Вот здесь нас откупали, здесь нас откупали. Здесь нас продавали, здесь нас продавали. Но, тем не менее, если вы посмотрите внимательно, у нас с вами уже сейчас вырисовывается все-таки нисходящее движение. Даже по продажам и покупкам. Посмотрите. Понижаются максимумы и понижаются минимумы. И что самое примечательное, что понижается и продавец на них, и покупатель тоже. Поэтому, ребята, нисходящий канал. Все еще разумно, я думаю, ожидать коррекции куда-то хотя бы вот куда-нибудь к трендовой. Условно говоря, там ниже 60-ти, я думаю, что очень высоко вероятно мы увидим биткоин. И я думаю, этот проливчик случится, если не сейчас, то в ближайшем будущем. Это мое мнение, еще раз говорю, дисклеймер, не финансовый совет. Я сам даже не шорчу. Видите, я сам еще в остатках лонгах стою и думаю добирать. Но, что вижу, то вижу и вам говорю. Поэтому, хеджево, не знаю, может, саланку шортануть, а? Я вот в турнире что-то как-то вот сейчас вот в лонг прям не хочу с текущих. Саланку надо было шортить, конечно, со 198. Напишите в комментарии свой вариант. Что вы думаете про идею пошортить сейчас локально, перекупленные альты и глобально, что вы думаете по рынку? Очень интересно, на самом деле, прощупать сентимент рынка и ваш нарратив, скажем так. Вот. А так-то в целом, да, посмотрите, у нас вон альтсезон капитализации альткоинов показывает выход из накопления. И, опять же, статистически, если мы смотрим на историю, это всегда было очень-очень-очень круто. То есть мы улетали вон на мультиксы на какие-то триллионы в капитализации. Мы сейчас можем улететь на 3, на 4, на 3, на 3, на 4, на 4, на 3, на 4, на 3, на 3 триллиона. Куда-то это все смотрит. Как вы думаете? Возможен ли такой вариант? Вот. А так, ну что тут скажешь? Если говорить про локальную коррекцию, да, посмотрите, на часовике биткоин. Уже несколько раз оттестил сетку EMA Ribbon как сопротивление. И отбивается от нее вниз. То есть все это смотрят локально, еще раз вам говорю, в коррекцию. Посмотрите, здесь мы от сетки отскакивали вверх, как мячик, да, из-под воды, если ниже были у нее. Здесь же наоборот мы стали вниз. То есть здесь мы явно видим, как бы, загибающуюся вот эту вот вершину, rounding top, да, загибающуюся, ослабевающую силу покупателя. Поэтому, друзья, не теряйте голову. Как минимум, вот, рисуйте такие трендовые, я не знаю, какие-нибудь себе опорные, к которым мы можем прийти. То есть это, еще раз говорю, уровень в районе 60 тысяч биток. Легко мы можем там оказаться. Как еще можно попробовать найти уровни, да, можно построить сетку Fibonacci от локального LOI до HIGH. Увидеть, что нам до 0,5 уровня, до 0,618 как раз падать куда-то в район 60 тысяч. А может быть и до 0,78,6, куда я нарисовал. Короче говоря, высоковероятен биток по 60 или даже ниже в ближайшем будущем. Но это не точно дисклеймер. Вот, TRDR, если вы заинтересовались, он замечательно абсолютно скринит нам заявки со всех крупных сплотовых бирж прямо из стаканов. То есть вот это реально сигналы, когда в стаканах сильно покупают и продают. TRDR стоит всего 300 уе, 300 fucking евро. И вы можете, я забыл, как пишется евро, вот так. И вы можете оплатить криптой, это в год. Это стоит в год. И вы можете оплатить это любой криптой. Ссылку вы найдете в описании на этот замечательный сервис. И также обзор, как его настроить, посмотреть. Сейчас он появится сверху вот там. Обязательно гляньте. Вот, не забудьте про то, что на бирже Дипкоин идет соревнование с нулевым порогом входа. Вы можете хоть 100 баксов туда залить. Значит, делайте это следующим образом. Крутите вниз видео, обязательно ставите лайк. Регистрируйтесь сначала на бирже, а потом уже на турнире по трейдингу по этой ссылке. Потому что если вы сразу пойдете на турнир, то он скажет вам... Вы не можете зарегистрироваться, потому что вы не реферал криптокомманс. Так что обязательно будьте рефералом криптокомманс, друзья. Регистрируйтесь, ставьте лайки, стопы, теки. Пишите хорошие комментарии обязательно, развернутые. И таким образом участвуйте в нашем розыгрыше крипты. А у меня на этом почти все. Солану я пока не шорчу. Биткоин трэш. Биткоин трэш тоже. Но биткоин трэш, конечно говоря, тут... Опять же, если он сейчас пробьет вот этот вот, понимаете, локальную вот эту поддержку, то тут, конечно, можно и сквизануть и на 300 куда-нибудь, чтобы всех там смыть. В общем, смотрим, друзья. Торгуем осторожно. Всем профитролей. В долгую накапливайте BTC. Как только ваши альткоины начнут стрелять, если вы их сейчас накапливаете, то в долгую. Помните, что цель это накопить BTC, а не во всяком гавне остаться, которая потом ничего стоить не будет. Флоки и ПП осторожней. Уже сильно перекачаны. Атом, XRP, XLM, вон манера, ICP вообще вполне себе не докачаны еще, как и лайткоин, трон и все вот это добро. Но, как говорится, есть только один способ узнать. В долгую, ребята, Tuzemun неизбежен, поэтому накапливайте крипту, не верьте никому, кто вам говорит всякую чушь про то, что крипта это скам, про то, что там фиатные деньги это будущее. Изучите вопрос хотя бы, насколько фиатные деньги обесценились уже за последнее столетие. Примерно на 99,9%. Поэтому, друзья, и я, кстати, говорю про доллары, только про доллары. А остальные фиатные валюты еще и к доллару также сделали. Поэтому, друзья, думайте своей головой, как говорится. И у каждого своя голова и плечи. А у меня на этом все. С вами был Гриня. Лучший обменник WebMyCash. Для тех, кто не в курсе, если вас кидают на P2P биржевых, переходите по ссылке из описания. Здесь есть кэш-курьеры. Вообще в города уже даже, если вы, грубо говоря, хотите большую сумму денег вывести или завести, к вам даже в город прилетит кэш-курьер в нужный. Так что, друзья, имейте это в виду и также участвуйте у них в розыгрыше. До 15 тысяч рублей на ваш счет за хороший отзыв можете получить. Все ссылочки полезные вы найдете в описании. Коррекция неизбежна, но также и неизбежен Long to the Moon после нее, потому что у нас на носу халвинг, ребята. Так что держите ухо востро, нос по ветру. И встретимся у нас в Телеграме и в следующих видосах. Пока.